Партнер проекта Лада Центр Пермь на Спешилова 105. Официальный дилер Лада в Перми и Пермском крае. И снова потянусь на правило. Сегодня меня в гостях принимает без преувеличения гордость Пермского края. Бронзовый призер Олимпийских игр Светлана Юрьевна Высокова. Бронзовая медаль была завоевана в конькобежном спорте, но начиналось все совсем с другого. Вначале я попробовала себя в танцевальном кружке, это не спорт, но тем не менее. Потом так судьба сложилась, что меня пригласили в плавание. Но как-то очень настойчиво меня отрывали от борта, значит, вот этим шестом железным. Поскольку я трусиха вообще по натуре, поэтому я, конечно, сразу же отказалась и больше на следующую тренировку не пришла. И следующий вид спорта у меня был волейбол. Я пришла на тренировку со взрослыми девчонками, там нам ударно дали упражнение на пресс, у меня заболел пресс. И как-то так случилось, что на следующую тренировку я снова не пришла. А вот с коньками, в принципе, меня ничего не пугало. Конькобежный спорт был выбран в 11 лет. Конечно, было желание заняться фигурным катанием. Мне, конечно, тоже, как и всем, наверное, большинству девочек, хотелось кататься на этих белых, белоснежных коньках. И однажды моя тетя привезла из Риги мне фигурные коньки, но они оказались малы. Из Риги. Из Риги. И, между прочим, с символикой Олимпийских игр Москва 1980 года. Вот эта вот башня со звездой и пять колец. И я очень раздосадована была, что они мне малы. Но, тем не менее, я утром вставала, пыталась их натянуть на ногу, но у меня никак не удавалось. Я понимала, что, ну все, размер не подошел. Была большая печаль, но, тем не менее, может быть, это и к лучшему. Да и секций по фигурному катанию в Краснокамске, откуда Светлана родом, просто не было. И решение было принято. К окончанию школы вопрос о выборе дальнейшей профессии не возникал. Светлана решила пойти по стопам своего тренера, Светланы Федоровны Турунцевой. Так же, как она отучиться в Челябинске и стать тоже тренером. И вот билет в чужой город был куплен, и начались вступительные испытания. Одно из них было сочинение. Я писала как раз про своего тренера. Я просто там вся уревелась и думала, ну как же так, все закончилось. Я больше с этим тренером работать не буду. Я больше никогда не увижу своих ребят, потому что мне сейчас нужно будет только в Челябинске учиться и бегать. И в итоге в одночасье было принято решение, что я покупаю обратный билет и уезжаю в Краснокамск. Это, конечно, было шоком для моих родителей, потому что они были уверены, что я поступлю, что все хорошо. Их дочь, значит, получит высшее образование. А тут вдруг я такая приезжаю и говорю, здрасте, мама, здрасте, папа. Родители, конечно, были сильно удивлены и не сразу приняли такое решение. Тем не менее, прошел год, Светлана поставила себе цель – поступить в наш педагогический институт. Приходилось готовиться и работать. Работала нянечкой в детском саду один месяц. Второй месяц я работала на площадке на школьной, инструктором физической культуры. Ну, в принципе, вот, и самостоятельно писала конспекты, в общем-то, готовилась к экзаменам. И поступила. Далее была учеба и тренировки, и, наконец, отбор в олимпийскую сборную. 1993 год. Команда готовится к Олимпиаде в Лилихамере. Я выигрываю дистанцию 5 километров с отрывом от второго места в 10 секунд и с установлением рекорда катка. Но, поскольку я была темная лошадка, и меня, в общем-то, гостренеры не знали. На эту Олимпиаду Светлана не поехала. Без внутренней политики тут не обошлось. Ну, главный аргумент – нет опыта международных стартов. Но в сборную все же взяли. Потом были первые игры в 98-м году, дали перерыв и долгожданная медаль в 2006-м. Конечно, это было вау, во-первых. Но могу сказать, что вот это вау могло быть ярче, круче и громче. Почему? Потому что мы бежали в финале за бронзовую медаль с командой японок. И на каком-то там, ну, где-то уже во второй половине гонки одна из японок падает. И я понимаю, а у меня последний круг, который я должна была финишировать, я чувствовала себя прекрасно. Я понимала, что я эту медаль не отдам. Я понимала, что я просто вот этот шанс, который вот нельзя из рук выпускать, да, и что я просто зубами я его выбрызу. Я сдохну, но я добегу. Я сдохну, но я выиграю эту медаль. То есть вот такая была у меня установка, да. И когда одна из японок падает, я понимаю, что красивой победы не получится. Что найдутся скептики, которые скажут, да им повезло, да они вот так вот просто въехали на пьедестал. Но для таких скептиков всегда были и есть аргументы, с которыми уже не поспорить. Путь к этой медали был очень непрост. И за все это время Светлана выработала для себя определенные правила, следуя которым добиться успеха можно во всем. Рецепт-то, наверное, прост. Делать от души, делать хорошо. Делать не для того, чтобы создать видимость, а именно для того, чтобы добиться той цели, которую ты поставил. И, может быть, эти цели, они будут маленькие, но они постоянно должны тебя двигать вперед. То есть ты сам должен хотеть стать лучше, лучше, чем вчера. Вот так вот. Уверен, советам этого человека можно доверять. Сегодня мы вновь обращаемся к массажу и поговорим о таком массаже, как точечный массаж, ну, как понимаю его я. Лена, что это за массаж такой, какие они бывают? Ну, вообще, правильно ли я его назвал? Начнем даже с этого. Ну, точечный массаж, в принципе, применяют эту тему, когда говорим о восточном массаже, да? Массаж по меридианам. Массаж, когда точки выстрелены в определенные меридианы. Это восточный вариант. Сегодня мы не будем обращаться к восточным культурам, обратимся к более традиционным врачебным методам прорабатывания конкретных точек на теле. Те точки, которые у нас возникают в течение нашей жизнедеятельности. Точки напряжения, правильно? Точки напряжения, это действительно так, они возникающие, они создаваемы самим организмом, когда происходит усталость, в силу простуды, в силу каких-то монотонных действий. И вот когда возникает напряжение в мышцах, появляется боль. Боль обычно возникает в шее, плечах и пояснице. Во время массажа мы эту точку просто находим. А человек говорит, ой, у нас вот, и мы говорим, глашатая точка, да? Человек говорит, да, здесь не болит. На самом деле боль, она распространяется, она распространяется. И мы им говорим, где-то тут вот в этой области болит, в этой области. Да, иногда непонятно, не можешь объяснить, где конкретно. Не можешь объяснить, да, потому что и тут вроде болит, и тут болит. И поэтому мы находим эти точки, да, во время массажа мы находим. И начинается прорабатывание каждой такой точки. Если говорить простым языком, то на такую точку массажист давит. В этом месте возникает отток крови, организм принудительно в это место направляет кровь, происходит обогащение, и за счет этого мышца расслабляется. На самом деле проработать такие точки можно и самостоятельно. Есть даже карта триггерных точек. Главное, чтобы вам показали, как это делать. Мы можем размять шею, да, то есть вот нажать, просто вот хотя бы провести вот эти вот движения. Сделать вот так, где-то себе вот тут поддавить, да, восстановить себя, например, нажать где-то вот на переносицу. Вот эти вот точки, которые снимают давление на глаза, да, снимают напряжение, внутричерепное давление. То есть мы можем себя помассировать, да, самый обычный вот массаж. То есть это можно, ты себе хуже не сделаешь? Себе хуже ты не сделаешь, потому что ты себе больно не сделаешь. Ну а теперь ложимся на стол и пробуем расслабить мою спину и поясницу. Скажу честно, это больно. На ощупь эти точки ощущаются как уплотнение в мышцы, и вот прямо на них и идет воздействие. Потом боль отпускает, становится тепло и приятно. И в принципе массажист может провести диагностику и на ощупь, понять, что у вас не в порядке. Такой массаж полезен абсолютно всем, даже если у вас нет никаких болей. Противопоказания тут обострение хронических заболеваний, проблемы с кожей, с сердечно-сосудистой системой и нарушение психики. Можно приводить детей с 8 лет. Если делать такой массаж хотя бы раз в неделю, ваши мышцы всегда будут в тонусе и не будет никаких болей. Пришла пора менять летнюю резину на зимнюю. И о том, как выбрать новую зимнюю резину, мы сегодня говорить не будем. Большинство автомобилистов выбирает все-таки БУ зимнюю резину. Именно об этом сегодня поговорим. Серега, во-первых, скажи, когда нужно менять зимнюю резину на новую? Ну и как в итоге выбрать БУ зимнюю резину, если все-таки нет денег на новую? Ну вообще есть назначенный ресурс шины. Такой ресурс обычно составляет 6-8 лет от даты изготовления. Именно изготовление, а не начало эксплуатации. Покрышка может несколько лет пролежать на складе магазина, выглядеть как новая, но свои свойства уже утратить. На каждой покрышке есть маркировка с неделей и годом ее производства. Даже если протектор там хороший, то ездить на ней нельзя по нескольким причинам. Во-первых, там есть металлобрекер, металлокаркас, который просто со временем может повезти. Это медная штука. Да, да, да. И мы можем ехать, у нас на маленькой скорости будет машина гулять, то есть это небезопасно, она может лопнуть, взорваться и так далее. Далее обращаем внимание на сам протектор. На нем есть индикатор износа. Выглядит он как бугорок в рисунке протектора. И если протектор стерт до индикатора, ездить на такой покрышке уже нельзя. Ну и конечно смотрим на состояние шипов. Они должны быть и быть целыми. Многие люди еще дошиповывают шины. Это делать не рекомендую. Почему? Потому что заводом-производителям уже выверено каждое место, где должен стоять шип. Если в это же самое место шиповать, во-первых, есть вероятность того, что шина начнет по этому месту спускать. Ну, что ты проткнешь. Все верно. И очень часто шип там уже не держится, потому что место там расшатанное, разогретое. И шип ставится, даже если с большей шляпкой внутри, он все равно там долго не продрежется, он выпустится, выпадет. Плюс к этому каждый производитель разрабатывает особый вид шипов под свою резину. А в шиномонтаже вам вряд ли такие шипы поставят. Также при приобретении покрышки нужно обращать внимание на общее состояние резины. Смотрим на протектор, есть ли какие-то там трещины. То есть на протекторе? На протекторе, именно не на самом протекторе, где ломели, а где именно идет полоска вдоль шины, где как раз есть индикатор. Ну и, конечно, обращаем внимание, подвергалась ли покрышка ремонту. Смотрим всегда внутреннюю часть шины, особенно боковину. Если у нас есть пластырь, то это, как правило, уже небезопасно, потому что есть определенные допуски тоже ремонта. Мы об этом знаем только, когда пробита у нас шина, а когда она ремонтирована, мы не видим, сколько ниток было перебито внутри. Многие вагонщики, несмотря ни на что, ради выгоды своей, ремонтируют даже шины, которые нельзя ремонтировать. А есть определенные допуски стандарта. Если все-таки вы приобретаете резину с ремонтом, то ставить ее нужно на заднее правое колесо. Так будет более-менее безопасно. Эта шина либо была пробита, либо на ней была грыжа. Посмотрим обязательно, что у нас с наружной стороны. У нас как раз здесь есть нештатное нанесение слоя резины. То есть вот он, этот благород. То есть эта шина была пробита. И, судя по пластырю, пробито где-то было, наверное, примерно такое расстояние. Уже не в допуске. Но также здесь есть еще один ремонт, если посмотреть. С другой стороны, здесь уже у нас пластырь вообще плохого качества, потому что там даже маркировок я никаких не вижу. И если уже два пластыря на шине, однозначно такую шину покупать нельзя. Это уже вообще небезопасно. Ну и посмотрите на модели резины. Если она уже давно не выпускается, а вам ее показывают в неплохом состоянии и говорят, что ей всего один год, ищите подвох. Подходите к выбору резины тщательно, и ваша зимняя езда будет безопаснее. Сегодня у меня получилась комплексная тренировка. Жень, я вообще шел, Саша Третьякова направил, а он меня отправил почему-то к тебе на разминку. Почему к тебе? Почему на столько плане, что мы тут разомнем и как разогреемся? Мелкую моторику мы разогреем сейчас, растибулярный аппарат, концентрацию, и, в принципе, немножко потренируем баланс. Вспоминаем, чему учили в прошлый раз в лесу. Посмотрели вперед, выпрыгнули наверх той ногой, которая стоит на земле. Не той ногой, которая стоит на строке. Эта нога всегда расслаблена. Только в момент выпрыгивания эта нога напрягается, когда мы начинаем удерживать равновесие. Мы выпрыгнули, нога напряжена, слегка согнутая, спинка прямая, ровная, ручки выше головы, взгляд также все вперед. Не отводится, ни в коем случае концентрируется на передней части стропы. То есть там, где меньше шутается. Почему этого нельзя делать? Потому что если мы смотрим под себя, стропа начинает шутаться, передает зрением зрительное, вестибулярное тело, тело падает. На этой стропе все тело моментально разогревается. И, как говорит тренер по правилу Александр Третьяков, просыпается внутренний зверь. Когда ты встаешь на стропу, если ты зверя включил, зверь никогда не упадет. И когда ты своего внутреннего зверя включаешь, ты, в принципе, упасть не можешь. Только ты расконцентрацию делаешь, и только включаешь человека, ты сразу падаешь. Любое окошко ее припустило, и никогда не упадет. Потому что зверь. Так и мы. Ты же как мишка-медведь. Ты встал мишкой и стоишь. Все нормально балансируешь. Опа. Вот. Но еще, что дает, очень-очень разогрев. Я сюда приду вот немножечко, буквально минут 10. Похожу, и у меня прямо вся спина срает. Разогрелись, теперь идем на правила. Сегодня новый формат тренировки. Сегодня я хочу тебе предложить еще одну растяжку. Она называется пассивная. То есть мы ложимся на доску, на которой приделаны ролики. Тело ложится и полностью расслабляется. Жестко. Руки цепляем, ноги цепляем через боки. Что происходит? Тело лежит, оно расслаблено. Но я тихонечко тебя начну, и тело будет привыкать к растяжке. Пассивная растяжка, она для чего? У кого большие проблемы с позвоночником, которого нельзя вывешивать человека в воздух, ни на животе, ни на спине, то есть там грыжи у него все. То есть на пассивной растяжке мы можем это растягивать. Вытягиваем позвоночник, то есть убираем блоки, зажимы. Подтянула. Угу. Все глазки закрыли, привыкаем. На такой тренировке укрепляются все связки и суставы. Человек укрепляется еще и внутренне. Человек работает внутри себя, внутри тела. И полностью работает со своими внутренними ощущениями, что там происходит в теле. Первые секунды мысли такие, ну все, предел. Дальше никак. Но потом боль уходит, и ты понимаешь, что можешь расслабиться еще сильнее. Тебя растягивает еще больше, и все повторяется заново. Так можно пролежать минут 10-15. И не отпускает странное ощущение покачивания с каждым вздохом. Такое ощущение, что ты на волнах. Ну, как-то на волнах. Такое ощущение, что так вот вперед, вперед, назад. Да, тележка на месте стоит. И после такой пассивной растяжки, как будто глубоко потренировался. Сегодня придешь домой, будешь спать очень глубоко. Прямо вот через часа, через полтора просто накроют глубоко. Ну и я не мог не воспользоваться служебным положением и немного не полетать. Редактор субтитров А.Семкин